Дожди – лучший способ проверить качество выполненного ремонта или текущего состояния кровли многоквартирных домов. В этом можно убедиться, наблюдая за теми проблемами, с которыми периодически сталкиваются жители столицы Крачао-Черкесии. Поиском ответа на вопрос, что делать, вместе с представителями регионального народного фронта, занимался наш корреспондент Артур Мхц. Они же нас никуда не отправили, они же нам не отказали. Они говорят, пишите. Ну и смысл от этих бумажек, что мы их пишем? Они как лежали, так мертвым грузом, так и лежат. Никто не хочет, никто не хочет. Мы просто-напросто боимся сгореть. Начальник не принимает, потому что коммунхоза, потому что секретарь ответила, у нас сейчас карантин. Жители одного из домов по улице Космонавтов в Черкесске возмущены даже не самим набором проблем, а отношением, которое к ним проявляет обслуживающая организация. Когда они прислали в редакцию вести видео последствий недавнего дождя, казалось, что управляющая компания тоже озаботится текущей кровлей 66-го дома, опасностью короткого замыкания. И к нашему приезду все будет отремонтировано. То погоды нет, то потом погода появилась, материала нет, то вы не одни. А последний раз сказал, люди вообще по полтора года ждут, а вы чего хотите? И бросил трубку. Это я писала заявление в нашу управляющую компанию по поводу того, ну, как бы, хотя бы элементарно мелкие вещи отремонтировали нам. Тут в некоторых много заявок, конечно, но не по одному, даже по маленькому какому-то вопросу обращений не было. Что? Какие были обращения? Значит, что? Так, ну вот писала, значит, просила сделать. У нас есть такая беда в нашем подъезде, у нас постоянно забивается канализационная труба. Вместе с представителем регионального народного фронта спускаемся в подвал. По пути обнаруживаем еще одну, куда более серьезную проблему. Вот подвальное помещение. Видите, лаги сгнили полностью. Поверх них тяжелый шифер старый, тоже разрушенный. И, как утверждают жильцы, надо думать, что это так, там постоянно играют дети наверху. И они просто могут провалиться. Представьте, высота какая большая. Это необходимо в срочном порядке исправлять, потому что это несет угрозу жизни людей. В подвальных помещениях слышно журчание. Речки вроде не наблюдается, кроме той, что течет по стене. Жильцы говорят, что недавно здесь работали специалисты управляющей организации. Интересно, что именно они чинили, раз проблема не устранена. Еще один водоем встречает нас около дома 50А по улице Октябрьской. К сожалению, в Черкесске это не единственный двор с подобного рода проблемой. Отсутствие в городе качественной системы водоотведения аукается постоянно. Но это не отменяет необходимости решения вопроса. Как только больше дождь, вода подходит к подъездам. Не выйти людям с подъезда, не пройти в подвал, не подойти ни к мусорке. Куда уже не обращались, мер никаких не принимается. Ну, последняя надежда на вас. Здесь проводилось благоустройство в 2015 году, скорее всего, на Октябрьской 50А. И вот рядом двор Октябрьская 46, это 2017 год. Ее было необходимо было решать комплексно. Ну, мы видим, в принципе, мы нашли здесь люки канализации. То есть здесь что-то было сделано. Но они, видимо, заилились сейчас. И их необходимо почистить. Нащупать колодец удается лишь с помощью одолженных у местных мастеров сапог. Видимо, ответственная служба ждет, когда спадет уровень воды. Но если такое здесь происходит постоянно, ждать придется очень долго. По словам представителя мэрии Черкеска, информация о проблемах по адресам доведена до обслуживающих организаций. Если ничего не устранят, общественники советуют жителям обращаться в жилнадзор и прокуратуру. Быть может, тогда вопросы все-таки сдвинутся с мертвой точки. Артур Махце, Алибастанов, Вести, Карачао, Черкесия. Когда репортаж уже был готов к эфиру, стало известно, что на крыше 66-го дома по улице Космонавтов начались ремонтные работы. Это сотрудники управляющей компании выполняли рекомендации регионального жилнадзора и городского управления ЖКХ Латайадыры, через которые дождевая вода попадала внутрь многоэтажки. Продолжение следует...